ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В последнее время в стиме появляется очень много инди-игр, так как недавно хайпанула инди-игра Пицца Тауэр, и нет, мы сегодня не будем зацикливаться на нем, пошел ваш Пицца Тауэр во вкладку потом, сегодня у нас другая цель, бомберная цель, обозреть игру Бумбастер, у которой недавно открылся Кикстартер и было выпущено новое демо, о котором я вам сегодня расскажу, поэтому усаживайтесь поудобнее, хотя на хрена вам сидеть, когда вам нужно принять позицию, подготовить бомбы, ведь мы сейчас будем обозревать игру Бумбастер. Сюжетка Бумба проста, есть короче Бумтаун, есть Биба и Боба, а есть Чародей, и из этих слов можно создать идеальный сюжет. Типа возле Бумтауна жил Чародей, который хотел просто поспать, но ему не дали, потому что бомбы очень громко взрывались в Бумтауне, и он решает ночью украсть все эти бомбы. И Биба и Боба, ой, извините, Бастер и Бриджит, решили взяться за это и украли у Чародея мешок с бомбами, которые он стырил, и задача наших героев рассортировать все эти бомбы и вернуть их владельцам. То есть нас ожидает игра-сортировка, которая, возможно, могла бы быть и душной, но на деле это падло бы выведет вас из себя не хуже геометрии дэш. Хотя нет, наверное, хуже. Первой нашей локацией будет туториал, точнее канализация, где мы тренируемся и переходим уже к сортировке. Хотя непонятно, зачем они потратили бомбы из мешка на туториал происходящей канализации. Видимо, черепашки нельзя у них тоже своеобразные. После канализации мы приступаем к основной цели – рассортировать бомбы в Бумтауне. То бишь, мы в Бумтауне, который имеет три стейджа по три акта. И будьте готовы к подгоревшей сидушке на вашем том, на чём вы сидите за компьютером. Ведь после второго стейджа у вас немного начнёт полыхать задница. Следующая карта это... я не знаю что это. А, так это тоже бомбдаун. Только они просто переместились точки А в точку Б и уже сортируют бомбы там. На этой карте вы сможете встретить как новых врагов, плюшек, так и сможете подраться с главным боссом. А теперь давайте поговорим о геймпле... Бою на лев... Это что такое? Камера, алло, прийди в себя. Да что происходит? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Этот умник думает, что умеет делать обзоры на игры. Но ничего, не волнуйте, сейчас длинноногий папочка Мистер Пи всё расставит на свои места. Итак, как вы уже догадались, играть мы будем вот за этого очканавта с горящей головой и погонялом Бастер. Бастер может бегать, прыгать, двойной прыжок в комплекте, делать рывок, высокое сальто назад из приседа и вращаться а-ля лист в синих шортах из той видеоигры, атакуя тем самым врагов. И если вы, заслышав обо всём этом наборе выкрутасов, уже приготовились бежать вперёд по линийным уровням, то, увы, нет. В этой игре мы не будем доходить из точки А в точку Ж. Мы будем расфасовывать бомбы по ящикам, прям как я пытаюсь у тебя в котелке отделить здравые думы о тех, что приводит к судебным разбирательствам. Короче, в чём мент. В правом верхнем углу экрана устроился ещё один экран, на котором показывают, как наша сладкая половинка Бриджет роется в мешке и достаёт оттуда бомбы. После чего скидывает их на нашу игровую зону сверху, ну а под игровой зоной расположены ящики, куда необходимо эти бомбы складывать. Чаще всего бомбы делятся только на два типа. Хорошие, красного цвета и те, что продаются в магазине приколов за два с половиной доллара, а не синие. Так что, когда видите перед собой бомбу, подбегите к ней, после чего бастер автоматически возьмёт её, и затем встаньте над ящиком аналогичного цвета и провращайтесь, чтобы отпустить бомбу в свободный полёт к соответствующему отсеку, где она вместе с друзьями будет дождаться своего часа. Вот, собственно, такой геймплей нам и представляют в обучении. И вы могли справедливо подумать, да это ж полный отстой! Но погасите-ка свой фитиль! Ведь уже на первом уровне появятся, кто бы вы думали, плохие парни, которые сделают вам бобо, если вы подступитесь к ним не с той стороны. Некоторым стоит хорошо вмазать, а вот других лучше раздавить прыжком, иначе будет худо. Если же с вами таки приключилась неприятность, то бишь вас укусили, вы промахнулись мимо ящика, или бомба отправилась к прородцам, не дождавшись своей доставки, то у вас отберут одно из трёх сердечек. А при потере всех трёх случится ожидаемый исход, и акт придётся переигрывать. В игре также есть очки, представляемые всеми любимой вечно зелёной ценностью. По 5 центов вы будете получать за сбор каждой крышечки от ядер-колы из Фоллаута, ещё немного за убийство врагов, ещё за сохранение сердечек до конца акта, и самое главное, за комбо, образующиеся при сбрасывании в ящик нескольких бомб сразу одним паровозиком. Это, к слову, также заполняет вашу ядерную шкалу, и набивание достаточного количества комбох позволит вам в любое удобное вам время метаморфозироваться в... супер-бастера, полагаю, и получить временную неуязвимость. Разумеется, куда ж современным играм без этих идиотских коллекционных предметов для ЗАНЮЮЮТ, коими тут выступают хот-доги, бургеры, буррито, пицца и прочие скуски углеводов, которые эти тупые америкосы предпочитают домашнему капустнику с фасолью и хреном. На каждом уровне таких по три, но собирать их не имеет смысла, ведь рангов в игре как таковых нет, вам просто скажу, сколько воображаемых денег вы заработали за те драгоценные минуты, что вы могли потратить на свершение добрых дел. Что касается прочих механик, то на немногочисленных уровнях, представленных в демоверсии, вы встретите мешающие вам батуты, падающие платформы, переключатели, односторонние двери, летающие облачка, новые бомбы, барьеры, блокирующие падение бомб, возможность попробовать себя в роли пушечного ядра, какую-то чёрную крокозябру с отвратительным дизайном... Нет, серьёзно, ну что это за убожество? А также в один момент нагрянется... ...который будет... ...и вам надо... Так... О, вернулось. Достаточно было подождать пару минут, чтобы всё вернулось. Ладно, надеюсь, ничего из обзора не пострадало. В общем, я вам так скажу. Все силы, что были отложены на объяснение геймплея, я потратил на восстановление видео. Поэтому... А... Вы уже всё знаете? Ну-ка... Ладно. Допустим. Тогда, я думаю, самое лучшее время поговорить об оформлении. Создатели игры, и Бип, и Абоб планировали сделать игру в стиле мультфильмов нулевых. В момент, когда их крутой проект Эллин Хиносайд был отменён, они начали разработку данной игры и выкатили первый концепт нашего знакомого друга. Выполнён он был по их цели, как в нулевых. Однако, если бы он оставался таким же, то нам было бы менее комфортно проходить игру. Ведь требуется в Индии играх не тонкий лайн, а жирный. И потому бастер стал выше, голова меньше, а лайн жирнее. И по итогу из этого карлика он превратился в образец, который красуется в игре и по сей день. И знаете? Он выглядит очень круто. Да вообще, все персонажи выглядят круто. Вся игра выполнена в красочных и очень ярких тонах. Всё выглядит разноцветным, и над задним фаном постарались. Да и со своей задачей они справились на хорошо. Вот в нулевых транслировались мультфильмы безумного вида с огромной корчей рожиц. И Бип вместе с Абобой не упустили возможность и добавили корчащие рожицы в игру. Однако, не забывайте, что у всего есть твоя обратная сторона. Судьбой сказано, что насколько бы ты прекрасным и добрым не был, найдётся тот, кто станет тебе врагом. И этими врагами являются вот эти чельки. Думали, сейчас я в контексте геймплея говорю? Неа, мы продолжаем обсуждать оформление. Ну вот, казалось бы, обыкновенный Болл, что с него взять? Но он во всей игре является как в геймплее врагом, так и в оформлении. Он выглядит точь-в-точь как Beam и Smiling Friends, а они вышли в двадцатых. Да та же самая игра намекает на то, что они вдохновлялись Smiling Friends. А кстати, интересный эффект Манделлы, у Бола есть рот. Ну ребят, это же не портит весь игровой процесс, верно? Всё ведь шикарно. Локация, особенности, мультяшность. Да у меня пальцев не хватит, чтобы описать сколько тут всего уникального. А уж при том королём уникальности является босс-файт. Несмотря на то, что локация при босс-файте не меняется, это всё равно выглядит эпично. Это значит, что чародей уже в курсе и в курсе того, как мы у него украли мешок. То, как чародей злится и от злости вылезает из экрана, чтобы посмотреть на главного героя со злостью. То, как выполнены атаки, огненные шары, молнии, спавм врагов. Ну и самое страшное, выключение света. Которое должно вас ослеплять, но почему-то не ослепляет. Сопровождает это оформление ещё и... Погоди секунду. Блин, нафигенный чай. Идём дальше. Ещё и музыка на заднем плане. Давайте перейдём уже к ней. Начнём, естественно, с темы Бумтауна. Ведь всего тем у него две. Начнём с первой. А не, лучше второй. Хотя какая разница, по поводу них у меня одинаковое мнение. Эти две темы звучат точно как Jet Set Radio. А она вышла прямо в точное и нужное для создателей время. Если вы не знаете, что такое Jet Set Radio, то это такая игра про подростков, которые обожают рисовать граффити. И весь геймплей сопровождается музыкой под стиль молодёжной нулевых. А точнее, сэмплы из Scratch. Но сэмплы используются довольно часто. Но Scratch... Это уже на ваше усмотрение. Если вы не знаете, что такое сэмплы из Scratch, то вы слишком много знаете. Скипайте этот пункт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тема паузы звучит вот прям как кафешка. Типа включили довольно расслабляющую музыку, пока на паузе стоит кадр полноценного хаоса. Вот вы дерётесь с чародяем. Вы подыхаете. У вас горит. Вы нажимаете на паузу. И включается эта музыка. Вы идёте за чаем и отдыхаете, слушая этот шедевр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тема босс-файта с чародеем. И нет, 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 нет. Я запрещаю вам писать комментарии по типу «Эта тема похожа на тему Deep Digit 9 из Pizza Tower». Нет. Я автоматом удаляю комментарии подобного вида. Но теперь возвращаемся к тому, на чём остановились. Это один из самых лучших и заслуженно один из самых популярных композиций во всей игре. Сначала композиция начинается с гитары. Потом начинаются сэмплы с прикольным, но при этом злодейским голосом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И наконец... Ээээ... Няяяяяяяя.... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»